Здравствуйте! Сегодня 23 октября и вы смотрите ежедневный обзор и прогноз рынка от банкир.ру Объем валютных спекуляций в последнее время существенно снизился ввиду растущей неопределенности в развитии европейского кризиса и в результате замедления темпа роста экономика развивающихся стран. Похоже, валютный рынок утрачивает веру в способность ведущих центробанков перезагрузить мировую экономику, придав ей новый импульс для роста. Это неудивительно, поскольку введение требующихся для этого структурных изменений постоянно откладывается. На прошедшем саммите Евросоюза европейские лидеры вновь приняли решение отодвинуть согласование законодательной базы для единого надзорного банковского органа на конец года. Рынок, свою очередь, рассчитывал на более близкие перспективы и отреагировал, соответственно, снижением ценовой активности в движении пары. Тем не менее, спрос на единую валюту и настрой рынка все еще остаются позитивным. На вчерашних торгах евро даже укрепил свои позиции против доллара после сообщения о победе премьер-министра Испании Мариану Рахоя на выборах в родном регионе. Дополнительную поддержку единая валюта получила также и от заявления министра финансов Греции о выполнении 90% мероприятий, запланированных для получения финансового транша. На этом фоне курс евро вновь незначительно вырос и достиг на подъеме максимального уровня на отметке 1.3083, не выходя, впрочем, за пределы трехдневного нисходящего тренда. В нашем прогнозе на вторник предполагаем возобновление снижения евро-доллара к целевым уровням 1.3017, 1.2976 и 1.2942. Если евро удастся пробиться выше уровня дневного разворота 1.3058, возможно, попытка протестировать вчерашний максимум 1.3083. Однако далее вновь ожидаем снижение пары к вышеназванным ценовым уровням. В ходе европейской сессии понедельника британский фунт демонстрировал позитивную динамику по отношению к доллару. Драйвером подъема послужили данные промышленного отчета, который отразил целый ряд позитивных факторов, в том числе снижение в сентябре месяце количества банкротств среди британских компаний, а также снижение стоимости кредитования британских гособлигаций. На этом фоне курс пары, стремительно поднимаясь от азиатского минимума 1.5990, зафиксировал пиковый максимум на отметке 1.6052. Однако импульс оказался неустойчивым, и давление на британскую валюту сохранилось. Жесткий отпор продавцов в этой зоне быстро вернул котировки к исходным уровням, и на закрытии американской сессии фунт-доллар вновь оказался на уровне дневного открытия. В нашем прогнозе на сегодня предполагаем продолжение восходящей коррекции пары и подъем курса британской валюты к ценовым уровням 1.6028, 1.6041, 1.6059 и, возможно, к 1.6070. Возобновление снижения пары будет актуальным только в случае пробоя вниз уровня предыдущего минимума 1.5990. В экономическом календаре вторника Великобритания отчитается по объемам ипотечного кредитования за сентябрь. Банк Канады опубликует решение по основной процентной ставке и сопроводительное заявление к решению. Изменения здесь не ожидаются, ставка будет сохранена на прежнем уровне 1%. Кроме того, будет опубликован объем розничных продаж в стране за август месяц. Еврозона представит данные по потребительской уверенности в регионе за октябрь, а в США будет опубликован производственный индекс ФРС Ричмонда. Более подробную информацию по движениям валют на рынке смотрите на сайте maxiforex.ru в разделе прогнозы. Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова